Всем привет! Сегодня у нас на обзоре, наверное, самый популярный и недорогой смарт-браслет. Это Xiaomi Smart Band 8. Стоимость его от 3000 рублей. Заказать вы можете на Яндекс.Маркет. Все ссылочки будут внизу в описании. Посмотрим, что из себя он представляет в 2024 году, что умеет, как все работает. Поехали! Поставляется смарт-браслет в простенькой коробке из тонкого картона. Спереди показан сам смарт-браслет, сзади технические характеристики. Есть русский язык, так как в моем случае глобальная версия смарт-браслета. Комплектация скромная, это вот такая толстая инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Кабель с магнитной зарядкой, сам кабель средней длины, достаточно толстый, магнит хорошего качества, не вылетает при зарядке. И, конечно же, сам смарт-браслет. Он небольшого размера, по весу всего 25,5 грамм. Наконец-то здесь поменялись ремешки, они теперь не цельные. Нажимаем вот эту клавишу и отсоединяем ремешок. Это очень удобно, раньше вот эту таблетку мы могли спокойно потерять, теперь такого не будет. Огромное количество этих ремешков есть на том же Яндекс.Маркет, можете спокойно менять их хоть каждый день. Есть такие же силиконовые, только другого цвета. Есть тканевые, есть кожаные, есть металлические. Стоковый ремешок хорошего качества, достаточно плотный. Рука в нем не потеет. Сзади присутствуют клавиши, чтобы снять ремешок. Надпись Xiaomi, всякие датчики, контакты, зарядки. По бокам ничего нет спереди. Амолед-экран 1,62 дюйма, разрешение 192х490 пикселей, 60 Гц. Присутствует технология Always On Display. Также 2,5D, закругленный экран. Сбоку металлическая часть. По экрану он отличного качества, яркая сочная картинка, темный цвет такой, как и должен быть. Особенно темные циферблаты здесь смотрятся очень выигрышно. Светлые тоже неплохо, но нужно выбирать. Вот в моем случае не совсем темный циферблат и смотрится вполне неплохо. Само собой присутствует степень защиты, это водонепроницаемость до 5 атмосфер. Я это протестировал, действительно. Воды смарт-браслет не боится, можете спокойно погружаться с ним в воду и с ним ничего не будет. Давайте теперь посмотрим, что эти смарт-часы умеют. Здесь большое количество разных циферблатов, мы их устанавливаем через приложение. Здесь есть интересный момент с этими циферблатами, но я об этом расскажу в процессе обзора чуть попозже. Свайп сверху вниз открывает уведомления, вот так они выглядят. Показывается весь текст сообщения, отвечать мы на них не можем. Показывается через какой мессенджер пришло уведомление и от кого пришло. Свайп справа налево или слева направо открывает вот такие вот избранные приложения. Мы сами настраиваем, что должно здесь находиться, также настраиваем. Вот эти вот виджеты, то же самое, что вам нужно, вы тут устанавливаете. Свайп снизу вверх открывает меню, вот так оно выглядит. Здесь шикарный перевод у продукции Xiaomi, с этим никогда не бывает проблем. Этим этот смарт-браслет выигрывает, наверное, у 90% остальных носимых устройств из Китая, потому что там перевод, конечно же, далеко от идеального. А здесь все хорошо, сам шрифт выглядит вот так. Давайте по очереди пройдемся, что здесь есть статистика. Это у нас показатели за день. По шагомеру здесь все идеально. На 100 шагов у меня было всего максимум 2 шага ошибки. Это, наверное, один из лучших показателей за все время тестирования подобных устройств. Все тоже визуально выглядит красиво в этом плане к продукции Xiaomi. Вообще никаких претензий, и красиво выглядит, и перевод достойный. Дальше тренировка. Здесь тоже огромный список. Есть также разделение по категориям. Здесь даже есть, например, шахматы, шашки и так далее. Это обычно в подобных носимых устройствах не предусмотрено. Кроме этого, здесь есть достаточно большой спектр разных настроек, которых я не видел в остальных смарт-браслетах и смарт-часах китайских. Это, например, можете указать цель, интервалы, оповещение, автопауза. Тоже полезная штука. Если вам, например, кто-то позвонил, тренировка автоматически встанет на паузу. Также мы можем задать темп тренировки, что тоже бывает удобным. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит. Достаточно крупные символы. Вот так это все выглядит. Можем также управлять музыкальным плеером отсюда прямо. Нет многозадачности, так что выйти из этой тренировки и дальше пользоваться смарт-браслетом мы не можем. Чтобы выйти, нужно зажать клавишу завершить. Дальше сохраненная активность. Кроме стандартной тренировки здесь есть также некоторые подкатегории бега. Вот можете сами посмотреть. Например, бег на выносливость, интервальный бег, бег на сжигание жира и так далее. В других смарт-часах, также китайских, я это не замечал. Состояние активности можем посмотреть. Пульс измеряет идеально. Такий же показатель, как и в профильных устройствах. Он не измеряет пульс из воздуха, так что доверять ему в этом плане можно. А что касается уровня кислорода в крови, вот в таких недорогих устройствах никогда не нужно доверять. Лучше купить профильные устройства и измерять им. Сон показывает более-менее точно, по фазам сна тоже более-менее точно. Визуально выглядит также очень даже неплохо. Также можно посмотреть погоду. Погода присутствует на неделю или на один день достаточно подробно. Можно поставить будильник. Настраивается он прямо со смарт-браслета. Это очень большой плюс. Плюс также есть умный будильник, то есть он может минут на 10 раньше вас разбудить, если поймет, что для вас это будет лучше. Дальше настройки. Здесь тоже есть интересные моменты в сравнении с остальными недорогими смарт-браслетами, со смарт-часами. Здесь достаточно подробные настройки. Режим пробежки, капсула и режим на шее. Эта капсула вставляется в специальный кроссовок, а режим на шее надеваете на шею. Экран. Здесь вы можете настроить яркость. Можно настроить вручную или поставить автояркость. В этом случае яркость будет меняться буквально через несколько секунд. Автоблокировка есть. Вот такие вот интервалы. Поднятие для активации. Тоже можете или отключить, или поставить по расписанию. Дальше это Always On Display. Большой плюс, что здесь есть циферблаты, которые имеют свой Always On Display. А минус этой технологии то, что аккумулятор садится намного быстрее. Накрыть для отключения экрана. Это при закрытии экрана ладонью. Экран выключается. Настройка режима не беспокоит. Все остальное здесь достаточно обычное. Заряд вы можете выбрать экономия энергии. Также показывается, насколько еще заряда хватит. Вот такой здесь список настроек. Дальше пункт. Еще здесь присутствуют события. Это синхронизируется с телефоном. Есть тренировка дыхания. Присутствует секундомер. Он может работать на фоне. Управление музыкальным плеером. Поиск телефона. Это телефон начнет вибрировать. Мировые часы. Здесь вы можете забить, например, время из Москвы и время из Лондона. Заглушить телефон. Это телефон включит или выключит режим без звука. Камера это использовать смарт-браслет в виде селфи-кнопки. Можно поставить на таймер. Есть сам таймер, но он не может работать в фоновом режиме. И фонарик. Это экран. Будет подсветиваться на максимальной яркости. В некоторых случаях это может быть полезно. Подсветить замочную скважину вот таким фонариком вполне можно. Это все настройки и все возможности данного смарт-браслета. В принципе, все, что нужно в подобных недорогих решениях здесь присутствует. И все работает. Я бы даже сказал идеально. По аккумулятору он здесь на 190 мА. И при постоянном подключении к телефону работает он примерно 10-11 дней. Если использовать просто как часы или как спортивный браслет, то это время увеличится примерно в полтора раза. А если использовать технологию Always On Display, то время работы сократится примерно до 5 дней. Работает смарт-браслет с приложением Mi Fitness. И как по мне, это лучшее приложение среди недорогих носимых устройств. Идеальный перевод. Визуально тоже выглядит здорово. Каких-либо проблем с этим приложением я не заметил. Оно не отваливается. Уведомления приходят постоянно. Здесь мы можем выбрать циферблат. Огромный выбор. Можете выбрать популярный. Выбор редакции или, например, категория. По категориям здесь есть интересный момент, про который я вам анонсировал чуть ранее. Здесь есть игровые циферблаты. Например, игра 2048. Или также вот такая игра. Есть математическая игра. И еще парочку подобных игр. Это прикольно. На смарт-браслете тоже можно поиграть. Как таймкиллер это можно использовать. А так, хороший выбор циферблатов есть. Как классический, есть также достаточно креативные циферблаты. Из чего выбрать вы тут точно найдете. По всему остальному здесь самый обычный список настроек. Можете сами посмотреть. По прошивкам удивительный момент. Хоть смарт-браслет и не новый, но до сих пор приходит обновление. На момент тестирования пришло обновление. Это очень приятно, что производитель продолжает поддерживать свое устройство. Я уже давненько хотел протестировать именно этот смарт-браслет. И протестировав его, для меня это, наверное, самый лучший недорогой смарт-браслет или смарт-часы, которые сейчас можно купить. Всего 3000 рублей они стоят на Яндекс.Маркет. Это стоимость обычных недорогих смарт-часов или смарт-браслетов. Но при этом этот смарт-браслет практически во всем выигрывает у остальных. Конкурентов здесь и более стабильная прошивка, идеальный перевод, большое количество циферблатов. Все, что заявлено, работает хорошо. И спортивные режимы, и пульс измеряет точно. Каких-либо глобальных минусов за эти деньги здесь точно нет. Так что это отличные смарт-часы. Если вы хотите их приобрести, ссылочка будет внизу в описании и в первом закрепленном комментарии. Заходите, смотрите. Также я закину несколько ссылок на интересные ремешки для этого смарт-браслета. Думаю, также для многих будет актуально. Всем спасибо за просмотр, дальше будет только интересней. Всем пока-пока.